всем привет сегодня у нас рубрика где мы проверяем всякие китайские штуки довольно доступные которые можно купить на всяких интернет площадках и сегодня мы будем проверять всяческие приборы для противоскольжения то есть такие штуки которые позволяют вам не застрять либо если вы уже застряли чтобы можно было как-то быстро это одеть на колеса и поехать дальше а помогать в наших тестах нам сегодня будет вот такая вот прекрасная бмв появилась она здесь совсем не случайно и на канале в принципе скоро уже совсем мы эту тачку подарим одному из вас наших подписчиков если вы хотите узнать как это все дело будет происходить досмотрите ролик до конца в конце условия я вам обязательно расскажу и так что у нас есть сегодня вот такой вот замечательный столик к слову говоря на вот эти все вещи мы потратили 10 тысяч рублей до сумма казалось бы не маленькая но у нас здесь целых пять приборов во всех этих названиях есть одно общее это противоскольжение в общем все эти штуки предназначены для того чтобы машина не застревала у нас есть наша замечательная горка в которую не могут выехать даже полноприводные автомобили зачастую на бмв у нас стоит зимняя резина но она не очень-то хорошего качества и все тесты мы будем проводить на отключенном антибуксис в общем начнем с них я их сразу беру с собой в тачку сможет ли с этими приборами бэха заехать в нашу горку сейчас и проверим погнали не знаю как вам а мне было бы интересно сколько стоит такая тачка и что нам для этого нужно сделать нужно правильно открыть авито чтобы начать поиск потому что там большой выбор проверенных авто и можно сравнить цены посмотрим какие варианты сейчас продают так для удобства давайте сразу посмотрим по марке так у нас бмв я бы посмотрел автомобили именно от собственников такие объявления конечно пользуются большим спросом но владельцы наверняка знают историю своего автомобиля и смогут нам и рассказать и да кстати на авито появился новый фильтр вот он нам поможет найти такие машины быстрее так сначала выбираем фильтрах от собственников и проверенных партнеров так и дополнительно выбираем частные так ну все теперь мы можем смотреть бмв только от собственников и так среди предложений мне приглянулся вот такой вариант это у нас бмв первой серии она 2016 года пробег у нее 88 тысяч километров вот как раз есть плашка продажи от собственника значит его документы были проверены на авито и нужно ее пробить в автотеке так оплачиваем отчет смотрим так ну во первых машина у нас не в розыске не в залоге три владельца всего по птс один из них это юридическое лицо дтп у нас машина не участвовала ну и не было ни в такси не в каршеринге это тоже важно так посмотрим у нас 20 записей в истории эксплуатации в 2017 году было стандартное то здесь поменяли маслофильтр воздушный фильтр двигателя в восемнадцатом году была замена свечей зажигания и галогеновые лампы поставили новые так 5 апреля восемнадцатого года окрас нижней части крышки багажника ничего в принципе страшного пока что в девятнадцатом году замена тормозной жидкости фильтра салона и защита картера так феврале 21 года была замена воздушного масляного фильтров и лампы ближнего света слева в октябре 21 года замена лампы ближнего света справа и тормозных дисков меняли колодки плюс ко всему ну естественно раз диски поменяли значит поменяли и колодки ну и на самом деле в течение всего срока эксплуатации видно что машина проходила регулярное техническое обслуживание видно что меняли масла все жидкости по регламенту видно что за машиной следили денег на нее не жалели ну и если посмотреть график пробега это очень интересная штука вот она так выглядит он растет очень плавно и вот есть скачок 2016 году но я думаю что это небольшая ошибка при диагностике просто что-то внесли может быть неверно в целом машина хорошая и можно договариваться об осмотре ну и вот таким способом мы убедились что найти хорошую тачку можно а когда ищем авто через авито и пробиваем его через автотеку можем понять стоит ли авто рассматривать покупки и ехать его смотреть посмотрели пробили все за пару кликов с мобильного телефона ну и конечно ссылку оставлю в описании так в общем все дэшка антибукс выключен пробую ехать честно сказать бмв прям хорошо справляется я думал мы даже до этого момента не доедем но тем не менее вот так вот получается у нее подниматься это буквально наверно две трети горы так в общем сейчас спускаемся в самый низ и одеваем наши кто там они хомуты противоскольжения ну а теперь берем нашу пачку и прям на месте не поднимая колесо не снимая кстати вот в этом фокус практически всех этих штуковин что не нужно производить каких-то дополнительных действий с машиной не нужно ее поднимать не нужно откручивать колеса все делается прямо по месту так за диск это дело все закидывается затягиваем до девается очень просто на самих вот этих вот хомутах есть внутри точечки которые в шину в покрышку впиваются и не дают ею лозить опа есть одна сдалась если машина выйдет тогда уже будем придумывать как-то усложнять задачу этим этим хомутам противоскольжения так пробуем так и все начали сыпаться начали отлетать вижу в зеркало что дело плохо очень страшные звуки а я сначала мне показалось очень круто сейчас поедем по зеркалам зеркала направил вниз эти хвостики работают как индикаторы видно как крутится колеса небольшие были такие как как сказать то перекатывание колес чувствовалось что на колесах что-то примотано и сначала все шло просто прекрасно и буквально после первого проворота колеса начали они отстреливаться видимо качество настолько этого капрона дерьмовая в общем тысяча с лишним просто вылетела продолжаем дальше с браслетами у нас на очереди вот такая штука браслет противоскольжения так и называется здесь у нас есть цепь здесь у нас есть вот такие стропы в моем наверно рейтинге вот как-то выглядит на глаз я бы поставил это на одно из первых мест эту прибуду так у нас мешочек есть которым удобно все это дело хранить здесь даже перчатки в комплекте нам насыпали все по той же схеме завязывается за колесо распаковываем и идем устанавливать на автомобиль вот это изнутри колеса закидываем вокруг диска слушайте но это даже как-то проще в плане монтажа чем вот этот первый вариант нужно и нажимать и тянуть как-то это немножечко усложняет процесс а затянуть нужно хорошо это написано и в инструкции сразу приходит понимание это почему потому что цепь если будет болтаться то но может у нас и парке как-то попасть так и на второе колесо по тому же принципу так все установлено едем ага и вот сразу чувствуется конечно гораздо сильнее вот эти штуки на колесах ну как бы цепи понятно что так что-то мне не нравится мы проехали половину горки и уже устанавливаемся так я наверное выгляну и посмотрю чтобы ничего не слетала чтобы ни в коем случае бмв не повредить да и машина едет только в тот момент когда а все мы приехали проехали причем даже меньше чем без этих браслетов получается что они даже мешают машине передвигаться здесь на рисунке 2 у нас указано что у нас вот эта вот штука должна проходить как бы изнутри то есть не как я изначально просовывал ее здесь сверху а изнутри и наружу не повторяйте моих ошибок обязательно читайте инструкцию так у нас пары браслетов погнали также потихоньку ага машина уже начала скользить ну и вот сейчас удар горы в два раза меньше удар и в два раза лучше машина едет я пока что не разгоняюсь также практически с места пытаясь ехать все мы начали останавливаться начали копать себе ямку но тем не менее если аккуратно жать на газ машина пытается ехать вверх так конечно мы могли бы купить сразу несколько комплектов так вот я пытаюсь уже прям как-то поинтенсивнее нажимать на газ но тем не менее ехать аккуратно но нет все нет мы остановились и это было с разгона уже не очень-то хорошо работает получается что капроновые стяжки завезли нас примерно столько же сколько вот эти браслеты так и следующее приспособление у нас еще одни браслеты противоскольжения тоже называются браслетами изначально в интернет-магазине вот такие вот штуки огромные резинки просто огромные так устанавливаем а вот здесь нужно вот так сделать его нужно прокинуть здесь протянуть сверху сначала потом закинуть вовнутрь да и вот в таком формате она будет гораздо лучше держаться так вот все я подцепил да теперь все это дело держится гораздо лучше так мы на исходной позиции поехали эти вот резиновые пятаки они прямо огромные и вот машина в них упирается вот только только подъехали она прям прыгает на них так но пока что едем ага зацепляется гораздо лучше чем цепями ага и каждое зацепление как раз таки придает какую-то инерцию и мы едем так браслеты пока аж мотор тухнет так мы докопали уже практически до земли туда вот пытается немного толкаться и вот только-только горка начинает становиться круче мы останавливаемся но в условиях льда эти браслеты к сожалению сожалению только мешает снимается за две секунды буквально все осталось живое целая резина крепкая и вот здесь можно посмотреть да вот этой кромкой она пыталась отталкиваться но оттолкнуться и не от чего поэтому мы и застряли здесь буквально наверно сантиметра два с половиной три толщина вот этой резинки до хороший зацеп но на ледяной горке абсолютно бесполезная штука к сожалению ну и как обещал рассказываю про бмв хотя многие из вас уже знают что мы ее подарим кому-то из подписчиков а если кто-то еще не знает то слушайте внимательно все довольно просто но на данный момент для участников добавилось одно действие перед всеми обычными действиями вам нужно еще установить vpn это сервис который поможет вам пользоваться инстаграм без сбоев а можете вы его установить из play market или app store всяких разных сервисов очень много и так что нужно сделать чтобы получить возможность забрать эту тачку первое включить vpn второе перейти по ссылке в описании на конкурсный аккаунт и третье подписаться на всех спонсоров конкурсного аккаунта которые находятся в правом верхнем углу а все подробные условия и подробную инструкцию для участников мы оставим в описании под роликом так что не теряйте времени переходите по ссылке в описании прямо сейчас и не упускайте возможность забрать эту тачку всем удачи и у нас следующий девайс это цепи противоскольжения и наверно цепи это самая популярная штука эта штука у нас самая дорогая стоит она 3000 рублей за две цепи и сразу же скажу оговорюсь я уже проверил как они выглядят честно говоря мы впоролись когда ее подкидываешь на колесо она просто не достает ее длина слишком короткая чтобы закрепить хотя бы 13 колесо жиговская она даже на жигу не налазит поэтому в нашем случае мы можем только две цепи одеть на одно колесо по ширине и хватает до чик тогда одну цепь так так здесь есть замочки за замочки да здесь можно покороче наверное зацепить чтобы у нас не было большого пропуска в любом случае у нас это все дело окажется с запасом ох 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 все так просто как казалось аккуратнейшим образом попробую как она держится на колесе а ну и все то есть мы не едем у нас другой стороны колесо буксует пока что работает кстати работает неплохо вот так и должны работать цепи не зря же их придумали еще давным давным-давно и да скорее всего если с другой стороны была ровно такая же цепь то машина ехала бы абсолютно без проблем и в гору бы мы поднялись поэтому сейчас берем все что у нас осталось от предыдущих экспериментов все вот эти браслеты с цепочками с этими резиновыми квадратиками одеваем все это на то колесо и пытаемся подняться в гору с одной стороны с цепью с другой стороны со всем остальным что у нас осталось пробуем так наверное еще чтобы уже действовать наверняка цепи вот такую штуковину так и того здесь раз два три четыре пять шесть браслетов там одна цепь кто победит делаем ставки пока что все идет превосходно отлично мы прям едем мы прям просто едем и это абсолютно точно лучше лучший результат и цепь слетает да блин успех был так близко и получается что так далеко мы не заезжали еще ни разу сегодня цепь начала слетать но цепь начала слетать не потому что цепь плохая а потому что она неправильная работает она изумительно но она вот для этого колеса абсолютно не подходит и так у нас машина стоит посредине горы и остался последний девайс это на самом деле самая дешевая штука из всего нашего набора анти букс противобуксовочное устройство для автомобиля что это такое это вот такие подкладки вроде трапов упаковки все это дело в какой-то такой себе на морозе она хрустит и вот-вот развалится что у нас есть на них даже написано анти букс наверное это название какое-то сейчас только что была реклама но реклама это или нет мы сейчас узнаем в общем трапы которые подкладываются под колеса если вы немножечко где-то под застряли положив их под ведущую ось вы легко сможете выехать все это собирается вот на таких вот замочках буквально за несколько секунд я разобрался как это дело все строится и работает идея следующая по поводу цепи и по поводу браслетов мы уже все поняли и сейчас попробуем вот этот самый самый пик горки преодолеть с помощью вот таких трапов здесь их в комплекте 6 штук получается у нас одно колесо чувствует себя прекрасно которая с шестью браслетами а по второе колесо мы подложим вот эти вот трапики маленькие семьсот двадцать семь рублей стоили вот эти трапики здесь получается ну добрые где-то полтора метра в общем пробуем подкидывать их не знаю получится ли заехать на него колесом главное сейчас чтобы колесо как-то смогло заскочить на этот трафик потому что если она не заскочит толку то и не будет вовсе так пробуем о заехали здорово ничего себе слушайте ну я даже не ожидал что так хорошо будет это все работать ладно пробуем продолжаем движение и он не вылетает из под колеса да вот эти вот зацепы которые внутри офигительно работают вау честно я не ожидал мне казалось что он либо сломается либо из под колеса просто вылетит знаете как когда застреваешь самое первое что приходит в голову подложить коврик просто автомобильный прекраснейшим образом отработала он в общем впился вот этими зацепами снег здесь покрышка за пластик зацепилась и машина поехала ну сейчас не знаю вариант видимо перекладывать его несколько раз так продолжаем а если было бы два тратика или четыре то можно было бы вообще подкладывать по два колеса и проезжать гораздо большее расстояние опа у нас начались проблемы с правым колесом почему-то и вот теперь вопрос плюс это колесо немного подвывешилась да когда много браслетов работает все это дело гораздо круче и вот эти браслеты любые из них причем могут работать когда у вас их как минимум четыре а то и шесть на одно колесо то есть сразу мое мнение по поводу того что ну ерунда и работать никак не будет оно было ошибочным и предположение о том что количество браслетов поможет было правильным в общем если вы хотите купить себе вот такие вот браслетики какие-то с цепями или там с резинами вот этими штучками я не могу выделить какие-то конкретные да здесь у вот этих вот которые с резинками и с желтыми стропами у них гораздо получше и поудобнее крепление а с другой стороны они подороже чем вот эти браслетики в общем любые из них работают и работают то по сути неплохо вот мы во всю гору заехали в натяг то есть получается мы каждый раз трогались с места пока у нас это колесо немного не подвесилось но в любом случае насколько бы я скептически сразу не относился к вот этим трапиком казалось бы ну что за штука ну просто подложил доску под колесо и едь дальше а на самом деле они работают и ни одна доска так не справится своими целями и задачами как эти трапы ну и подводим итоги всех наших экспериментов и всех наших вот этих творений китайских заводов так если мы говорим о вот этих вот стяжках капроновых на самом деле классная штука и вот сейчас я уже понимаю что машина ехала с ними максимально уверенно и если бы они не порвались она бы заехала в эту гору и не только в эту возможно в какую-то более крутую и сделала бы это абсолютно легко но качество вот этого капрона если он капрон или пластика в общем качество дерьмо поэтому и не сработало к сожалению а ведь шансы были все такие вот браслеты с цепями браслеты с цепями стоят недешево это их минус сто процентов потому что стоили бы они три тысячи за десять штук было бы просто прекрасно изумительно и машина на них едет круто это очень хорошая альтернатива цепям противоскольжения потому что работает так же как цепь крепится гораздо проще и менее опасно для кузова автомобиля но есть один минус да это их цена они очень дорогие их нужно очень много комплектов купить чтобы они стали для машины эффективны конкретно у этого девайса есть проблема с замочком потому что очень тяжело просовывать эту веревочку особенно на морозе в остальном все хорошо здорово и наверное вот они кому-то когда-то еще пригодятся послужат нужно их далеко не выкидывать куда-то прибрать вот такая штука есть у нее хороший потенциал и мне кажется у нее отличный потенциал для грязевых испытаний но опять же по снегу по льду ерунда так дальше у нас цепи противоскольжения с которыми мы потерпели неудачу в плане размерности ну и если так от себя размышлять очень субъективно мне кажется что цепи для хорошей машины ну как хорошей для городской машины которая в пластике у которой есть арки как минимум они опасны да на уазик цепляем там на жигу на какую-нибудь ездим сколько хотим потому что машина во-первых до арки далеко во вторых ну просто не так уж жалко будет наверное ее поцарапать ну и победитель сегодняшнего соревнования как минимум по моему опять же сугубо личному рейтингу это трапы вот они эти трапы а почему я их ставлю на первое место да потому что именно они помогли нам выехать и без них бы мы вообще не справились нисколько и шансов на успех у нас не было это во первых во вторых их цена 727 рублей за один комплект и это по моему даже не самая дешевая цена за сколько их можно было взять да вот здесь мы чуть-чуть подломили его как раз таки цепями один из них но тем не менее вот этот даже механизм их крепления как оказалось он даже вовсе то и не нужен можно просто один за одним их накладывать и они помогают реально помогают машине выехать из любой даже самой сложной ситуации в чем еще прикол этих трапов да точнее главный прикол и главный фокус вот эта сторона которую мы кладем непосредственно на снег в любом случае вот эти зацепы сделаны таким образом чтобы он этот трап у вас не вылетал из-под колеса а цеплялся максимально прочно за поверхность с другой стороны здесь вот такие вот глубокие рисунки и они тоже здесь сделаны не просто так и не какой-то там рандомной формы а сделаны они именно таким образом чтобы у вас покрышка всеми ламелями всеми рисунками протектора зацеплялась за вот эти выступы и машина у вас толкалась да может быть если на улице будет очень холодно и покрышка будет замерзшая то эффективность этой штуки уменьшится но тем не менее то что мы видели сегодня ну для меня это какой-то восторг потому что я очень много раз застревал очень много всяких штук я кидал под колеса ни одна доска вот с этой ерундой не сравнится поэтому на этом наш эксперимент сегодняшний все я может быть успею еще какой-нибудь ролик с ней снять если у меня останется хоть немножечко времени всем спасибо за просмотр всем пока пока